МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Земля с вечно зелеными растениями вдоль берегов, где высокие горы встречаются с морем, привлекала многих. Богатый природой край с первых веков притягивал избирательных римлян, русских князей, турецких султанов и тех, кого сегодня принято называть тревел-блогерами. И все, кто приходил с моря, называл Гагру по-своему. У древних греков город носил название Треглит, у римлян – Нитика. На средневековой карте итальянца Пьетро Висконти город упоминается под названием Какара. Мы находимся в так называемой западной площадке по дороге, ведущей в сторону города Гагарра. Мы находимся непосредственно с вами на Гагарском карнизе. А вот. И чем знаменит этот карниз? Дело в том, что вообще происхождение названия города Гагра мы обязаны именно этому карнизу. Почему? Потому что мы видим вот самые узкие промежутки побережья. Сейчас мы видим, там внизу проходит железная дорога. Раньше ее, конечно, не было. Мы проезжали с вами реку Жейквар, если вы помните, да? За рекой Жейквар береговая линия полностью обрывалась на самом деле. И местные жители назвали это место очень странным словом. Это слово означает Гакыра, что в переводе означает «место, где закрывается берег» или «место, где запирается берег». Оттуда и происходит название города Гагра. Вот. То есть в основе происхождения названия города лежат ландшафтные особенности местности вот на этой территории. А чем же Гагра привлекает нас, современных туристов? По какой причине мы готовы простить курортному городу очевидные промахи и недочеты? Возможность сэкономить, конечно, привлекает. Но самое главное – это эмоции, которые, как бы это просто ни звучало, дарят впечатляющая природа этого края. Я каждый раз возвращаюсь к истории естественной, геологической истории. Потому что город Гагра – это такой город, который, наверное, как никогда другой, связан именно с ландшафтом местности. И по-особенному связан. Город Гагра, он протянулся узкой полоской. И это такой подлинный подарок наших великолепных горных вершин и нашего прекрасного Черного моря. Очень интересное с точки зрения геологической истории место. Вот от границы начиная и сюда, от границы начиная и сюда, на той оконечности Гагрского карниза тянется так называемая Цандрифско-Гечрифская миниатюрная долина. А вот здесь, если посмотреть, мы видим, такой тянется большой мыс. Это территория уже, где находится знаменитый район Пицунда-Бзыбской низменности. Ее тоже называют миниатюрной долиной. Почему так называют? Дело в том, что от границы Абхазии, западной, по реке Псоу, до города Сухума примерно, отсутствует сплошное простирание равнин. Они местами прерываются выходами таких горных массивов, что хорошо проглядывается в этом месте. Так вот, вот та равнина, и та равнина, что мы видели с вами на территории у границы Республики Абхазии, она когда-то тянулась сплошной полосой. Но здесь начались процессы, это, наверное, больше поймут геологи, объяснят, начался процесс постоянного опускания горного массива, и произошло следующее. Он как бы подтопил эту долину, отрезал ее в этом месте, и сделал следующее. Он потянул за собой находившиеся на дневной поверхности источники. И часть источников являются погруженными на морском дне, то самый субмаринный источник, который мы сейчас видели. Некий процесс незаконченного, скажем, образования субмаринного источника, мы как раз-таки и видим, скажем так, в лице вот этой речки Репруа, самой короткой. То есть она будет все время постоянно уменьшаться в размере, потому что это место будет все время погружаться. И вот это место и есть та самая короткая река Репруа, или мы ее называем рекой Хапырыш, что в переводе означает вырывающийся поток. В этих местах отмечены наиболее короткие источники, некоторые находятся как бы на отрицательной отметке. Ну и более того, в этом месте вода всегда более прохладная, вот за счет выхода этих источников, это естественно. Попасть на смотровую площадку с видом на город можно самостоятельно, она находится при въезде в Гагру. Кстати, с этой точки можно рассмотреть источник. Пресная вода на морской глади похожа на большую чашу или воронку. И этот пресноводный колодец в Гагре не единственный. Абхазия по запасам и качеству воды на одного жителя занимает одно из ведущих мест в мире. Прежде чем коснуться ранних этапов в истории города Гагра, необходимо, конечно, коснуться истории, скажем так, геологической этого района. И вот мы сейчас видим перед вами вот здесь такая вот линия береговая идет, она, конечно, не соответствует той линии, которая была изначально, скажем, да. Все это является антропогенным прессом. Это более позднее, конца 19-го, начало 20-х веков процесс забрасывания сюда инертного материала. Берег моря был примерно там, где сейчас находится наша трасса, центральная трасса. Мы только что заезжали ее. И вот за рекой Жейквара, я еще раз повторюсь, береговая не обрывалась. Почему я об этом говорю? Потому что особенности местности как никогда подходят для мест, которые очень интересны с точки зрения стратегической. И не зря здесь была построена вот эта крепость, которую мы сегодня с вами проезжали. Вот мы заезжали в проем причала. Это вот мы видели, именно вот даже проглядываясь там вдалека, восточная часть стены, восточная стена крепости, скажем так. А, кстати, это наиболее ранний участок этой крепости. Судя по письменным источникам, по литературным данным, по документам, а также и незначительному количеству археологических исследований, которые проводили здесь, незначительные еще и потому, что эта территория инфраструктурно очень перегружена. Она не очень удобна для археологии. Но мы знаем единственное то, что эта крепость, как мы предполагаем, наиболее ранние слои этой крепости относятся ко второму веку нашей эры. Если посмотреть на план крепости, то сразу проглядывается очень такая знакомая картина. Это характерная для римской фортификации система пограничных укреплений. Они назывались костелами. Крепостные стены защищали город от захватчиков со стороны открытого моря. Однако самых больших неприятностей приходилось ждать совсем с другой стороны. Устье реки Жейквара, которая сегодня привносит особую атмосферу в уникальный ландшафт курорта, в начале истории таила серьезную опасность. Через устье реки в обход труднопроходимому Гагарскому карнизу в город проникали настырные соседи. Бесконечные войны Гагарскую крепость не пожалели. На протяжении веков мощное оборонительное сооружение неоднократно разрушалось. В разное время ей владели римляне, греки, генуэзцы, русские князья и, как всегда, турецкие работорговцы, после которых крепость надолго приходит в запустение. Новый этап истории крепости наступит в XIX веке с приходом русских войск. Ну, мы помним, что после Адрианопольского мира, который был подписан между Турцией и Россией 14, кстати, сегодня, 14 сентября 1829 года, территория Восточного Черноморья Турция уступает Российской империи. И с этим совпал процесс активизации военных действий русской военной администрации на Кавказе. Но это уже разгар русско-кавказской войны. И Гагринская крепость оказывается в фокусе этих боевых действий, событий, войны, значит, с местными народами, которые, как бы, не желали, видимо, подчиняться российскому командованию, Российской империи. В этой крепости служил Данзас, секундант Пушкина, Карл, да, а также служил известный русский декабрист. Он был такой, Бестужев Марлинский, вы знаете об этом. Александр Бестужев Марлинский попадает на Кавказ после знаменитого восстания декабристов. Впечатленный природой Кавказа, поэт и романтик еще не раз будет воспевать ее в своих письмах. Однако сама служба была тяжела и трагична. Музыка Хочу сказать, что когда, по приказу генерала Муравьева, который позже становится Муравьевым Амурским, тот же самый Карл Данзас строил башеньку староживую в ущелье реки Жейквара. А в это время отправленный военным командованием Бестужев Марлинский отправляется в Адвер в устье реки Мзымты, где находилось русское укрепление Святого Духа. Так он погибает там и узнав об этом, о смерти Бестужев Марлинского, Карл Данзас строит башню, которую построил, называет Башня Бестужев Марлинского. В Гагар начиналось так называемое третье отделение русской черноморской военной береговой линии. Вот, кстати, эта черноморская линия повторяла те старые римские укрепления тоже, конечно. Мне интересно обратить внимание на этот лесной массив. Посмотрите на него. Это все вторичные леса. На картине Чернецова видно, как горный массив полностью лысый такой, без леса. По приказу военного командования лес примерно на пушечный выстрел был вырублен полностью. На древнюю историю города указывают артефакты. Это обнаружены во время раскопок римские монеты, серебряные и золотые украшения во всем своем многообразии посуды. Сегодня археологические экспонаты находятся, как и многое в Абхазии, в частных руках. Музей небольшой, всего два зала, но экспозиция определенно заслуживает внимания. Стоимость билета, кстати, всего 100 рублей. Рядом располагается храм святого Ипатия Гагарского. К небольшому средневековому строению, чудом уцелевшему во время бесконечных войн, сегодня ведет живописная Кипарисовая аллея. Храм, действующий, но здесь рады не всем. Типичные туристы в характерных шортах здесь не самые желанные гости. Ну и мы видим панораму нашего города Гагра. Он виден здесь как на ладони. Видим нашу пристань, район старых Гагр. Видим силуэты уже современных сооружений, но это советского периода. Это типичные бывшие советские микрорайоны. Одним словом, все эти места, особенности ландшафта, скажем так, сделали так, что Гагра волею судьбы должна была стать рано или поздно городом-курортом. Но эти горы охраняют наши Гагры и они, скажем так, естественная защита этих мест. И Гагра скорее на протяжении всей истории была больше, скажем, военным городом, нежели курорт. Курортом она стала за последние сто с лишним лет. О советском и современном периодах развития курорта мы расскажем в наших следующих роликах. Мы подробно разберем достоинства и недостатки сервиса. Отдельно остановимся на ресторанах и развлечениях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова